всем салют вы на канале тренер хапаев сейчас будет запись может быть не очень такая живая не очень веселая потому что я буду вот так ходить я буду немножечко двигаться я буду бегать и на фоне себя я буду рассказывать те вещи которые беспокоит коксоартрозников просто для чего я сделал вот такой фон для того чтобы вы посмотрели что некоторые пишут мне что я якобы делаю какие-то постановочные кадры раньше когда болел коксоартрозом в смысле когда у меня была третья степень ну говорили что якобы я там 10 метров укололся деклофенаком и там 10 метров пробежал вот сейчас я напоминаю кто не следил за мной может первый раз сейчас подключился у меня правая нога вторая степень коксоартроза левая нога оперирована ровно полгода тому назад поэтому вы можете сами для себя делать какие-то выводы делать умозаключения но естественно если эти умозаключения будут написаны в комментариях и будут оскорблять меня естественно я их буду удалять поэтому смотрите а я буду рассказывать ко всем движениям я сейчас подхожу с позиции коксоартрозника и даже если я сейчас показываю элементы бокса бой с тенью работа с утяжелителями работа без утяжелителей я все равно рассматриваю это как коксоартрозник потому что движение руками соединенные вместе с ногами дают вам дополнительную возможность и улучшение в ходьбе потому что сейчас я выполняю сложно координационные движения которые улучшают мою мышечную память и уже простая ходьба будет гораздо легче все хаотичные движения которые выполняются на ногах и на руках ну с точки зрения дилетанта это конечно все улучшит ваше прямолинейное хождение вот сейчас я готовлюсь на бег бег у меня будет тоже с различными поворотами с изменением движения то в одну сторону то в другую и я сейчас буду бегать вот эти круги наматывать для того чтобы вы поняли что это не одна минута не две не три там порядка четырех минут я бегаю непрерывно единственное что о чем бы я хотел предупредить людей которые думают что если бег хорошо то я сейчас встану и побегу то не совсем так очень важно что покрытия данная маты они очень мягкие это борцовские маты которые в которых нога утопает как в песке и очень приятно бегать получит получать такую амортизацию здесь нету большой нагрузки на коленях стопа мягко идет и бегать немножко тяжеловато потому что нога как бы вязнет но при этом она безболезненно то есть нету вот этой ударной волны которая бьет по суставам поэтому можно бежать такое впечатление что вы как бы по песку бежите ну вот чтобы я хотел сказать что вот сейчас некоторые посмотрят скажут но какой бег если суставы больные каком беге разговор что он там нам втирает что он рассказывает вот я хочу проговорить несколько своих мыслей если у вас сустав уже ну готов к операции то вы его в принципе ничем не спасете то есть все равно рано или поздно операцию сделаете но если вы хотите доходить до операции ну допустим по квоте у вас там где-то полгода год и вы хотите доходить если вы будете просто лежать на диване то вы не дождетесь этой операции вас на скорой помощи увезут на внеплановую операцию потому что ваши мышцы будут атрофироваться с такой скоростью и слабость в суставе такая будет что вы просто но будете выть от боли и лезть на стенку поэтому тренировать нужно с той целью для того чтобы дойти до операции дожить до операции если же у вас сустав ну грубо говоря там какая-то происходит деформация ну условно там возьмем процентов 5 ну что называется там какой-то второй степенью там первой степени да то конечно тренировать надо потому что мышечный корсет может остановить разрушение вашего сустава потому что вот у меня вторая степень на ноге я ее не чувствую я работаю я массажирую то есть я знаю что нужно делать со своей ногой к ней больше внимания конечно приходится делать массаж приходится разогревать но это естественно потому что и возраст уже такой даже если бы ноги были абсолютно здоровые все равно им больше внимания потому что у меня повышенная нагрузка я тренируюсь в день по три по четыре часа иногда пять часов то есть кроме этого я еще на велосипеде ездил я еще плаваю поэтому я целый день тренируюсь поэтому нельзя воспринимать тренировки как какую-то таблетку но омолаживающие да это просто повседневный процесс вашего существования вашего нормального существования в быту в жизни они знаете мистическое исцеления что-то если там я начну бегать или наклоняться или что-то поднимать то у меня сустав оживет или если я начну делать какие-то выпады то у меня сразу все улучшится чудо не будет но некоторые чудо вы можете сделать пока мы разговаривали вот уже пошла седьмая минута то есть все это я делаю непрерывно делаю отдыхе где-то по минуте по полторы поэтому вы можете увидеть как в течение девяти минут я работаю в движении ноги работают очень разнопланово поэтому я могу только вас пригласить в свою группу в контакты где вы сможете присоединиться к моим тренировкам вместе со мной тренироваться делать то что у вас получается смотреть на людей которые там находятся делятся своими впечатлениями от тренировок указывая свои степени и вы будете понимать что вы не одни и знаете у вас не будет субъективного мышления что если у меня не получается значит ни у кого не получается это неправильное суждение вы загоняете себя вот сразу же таким суждением вы загоняете себя в могилу надо тренироваться надо смотреть что делают окружающие надо брать лучшее от них поэтому спасибо за внимание желаю вам здоровья подписывайтесь у меня в контактах пишите мне сообщение я вам обязательно отвечу расскажу как попасть в группу и какие у нас правила всем здоровья жизни без боли вот я еще немножечко попрыгаю подвигаюсь вот так легенько хорошо хорошо молодец бородатый вот можешь тогда хочешь у меня еще впереди потом пойдут кувырки поэтому еще потренируюсь всем пока и здоровья с вами был тренер хапаев